Всех приветствую! Совсем недавно у нас был Новый год и Рождество. Я получил очень много посылок с Алиэкспресса и решил вместе с вами их распаковать, открыть, посмотреть что там и рассказать, зачем мне всё это нужно. Здесь сейчас, давайте посчитаем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 посылочек. Я их уже все разрезал и сейчас просто буду доставать, показывать вам, что же мы получили с нашей Поднебесной. Итак, открываем первую, самую большую посылочку. Здесь у нас то, что я сначала не думал заказывать, но потом решил всё-таки, что закажу. Это такой себе необычный светильник. Он должен светить, как свечка, таким приглушённым жёлтым светом. Но давайте сейчас вскроем его и увидим, правда ли это. Так, здесь у нас довольно-таки хорошая упаковка. Я скажу, можно даже на подарочек брать. Так, открываем. Так-с, так-с, ну, давайте начнём с конца. Это у нас, походу, зарядный док такой маленький, типа а-ля беспроводной. Потом маленькая коробочка здесь. Здесь у нас... Так, зарядный шнурочек, микро-USB обыкновенный. И держатель на руку. Он такой, типа, кожаный, но как-то он совсем скрутился. Наверное, из-за того, что в коробочке лежал. Так-с, и что у нас дальше? Сам светильничек, конечно же. Так-с, светильничек называется... Low-Free, Low-Free. Я не помню, это вроде бы даже не Xeomi, поэтому не буду сильно говорить. Так, что у нас здесь есть? Да, снизу у нас есть коннекторы для зарядки беспроводной. Так, ну, как беспроводной? Она проводная, ну, как бы док типа беспроводной. Потом микро-USB порт ещё один. И переключатель режимов. А здесь сам включатель. Давайте его включим. Ой, не в ту сторону. Так, ну, да, он так. И это максимум. Да, это максимум. Давайте переключим режим. И... Ну, как-то так он реагирует. Ещё сейчас выключим свет. Посмотрим, как он светит без света, чтобы можно было сравнить, это то, что я ожидал или нет. Но на первый взгляд скажу, что он мне очень сильно нравится. Колба у нас типа стеклянная, но на самом деле она пластиковая. Да, она пластиковая. Здесь такой прочный пластик. Собрано всё очень и очень... Я скажу, очень хорошо всё собрано. И оно, наверное, стоит своих денег. Посмотрим ещё, сколько будет держать батарейка. И потом будет такой маленький отзыв. А пока оставим её здесь. Пусть она мелькает в нашем видео. И переходим дальше. Ай, какую же посылку взять? Ну, давайте возьмём вот эту посылочку. Так, здесь у нас... А, я вспомнил, это индикатор для... Индикатор горячей воды для ванной, для душа. Так, здесь у нас такая коробочка. Индикатор сам попечатан. Ситечка маленькая. И, ну, инструкция. Инструкция, конечно же, на китайском языке. Примерно это всё должно выглядеть как-то вот так. Ну, подключим. Конечно же, подключим и посмотрим. Проверим. Так, давайте распакуем. Так, ну, он... Он весь типа в хроме. Такой вот. Он весь типа в хроме. Но на самом деле это пластик. Это... Это всё пластик. Он полностью пластиковый. Не скажу, что это хорошо. Но посмотрим. Здесь крутится. Жёстко, но крутится. Ну, честно скажу, что на вид... На вид красиво. Всё так стильненько смотрится. Но чувствуется таким дешёвым пластиком. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы он был металлическим. Поскольку это ванная. И как бы пластик... Долговечность. Вопрос в долговечности. Так. Походу, она реагирует на звуки. Да. Мы ещё открыли одну тайную фишку. Это светильник. Так. Следующий заказик наш. Господи, запаковали её. Так. А, следующий заказ. Это... Расширитель. Перезеркал в автомобиль. Классная штука. Я заказываю её уже второй раз. Она мне очень нравится. Она приклеила... И... Как бы приклеиваешь на зеркало заднего вида в автомобиле. И она очень хорошо расширяет видимость. То есть, почти убирается с типоизон. И парковаться с ними одно удовольствие. Поскольку у меня в автомобиле зеркала автоматически не опускаются, когда включается задний ход, эти штуки очень хорошо выручают. Так. Ну, следующие какие-то маленькие посылочки. Так. Это всё. Это у нас стикеры-стикеры. На всех языках есть видеоинструкция, даже как их клеить. А стикеры у нас вот такие, одинаковые. Baby in car. Такие ангелочки. Ну, они два одинаковых. Так. Ну, спасибо. Это пришло. Это заказ. Ну, давайте ещё одну маленькую откроем. Так. Здесь у нас ещё стикеры. Это наклейки. Так. Здесь у нас стикеры. Lucky 13. Не знаю, как вам так показать, наверное, да. Вот так. Их две штуки я заказывал. Это тоже на автомобиль или ещё куда-то можно приклеить. И положили ещё такой маленький подарочек. Типа Batman или наклеечка. Ну, спасибо, что я скажу. Так. Давайте тоже отложим на эту сторону. Ну, и перейдём дальше. Гирлянды, что ли? В этой гирлянды не заказывал. Так. А. Это у нас набор креплений для GoPro или для других камер. Как бы универсальные крепления для камер. Но заказал я их в первую очередь для видеорегистратора в автомобиль. Сейчас открою. Так. Здесь у нас сам клеющиеся элементы получаются. Три венка. Три болтика, вернее. И четыре вот таких механизма. Куда можно... Эту штучку можно куда-то приклеить. А потом с помощью вот этой можно цеплять камеру. Зачем мне это было в первую очередь? Именно вот такой сетап. Ещё закрытись нужно. Именно вот такой сетап я заказал для автомобиля. Чтобы повесить видеорегистратор. В видеорегистратора как раз крепление универсальное, как у GoPro. Чтобы повесить сюда видеорегистратор. Если нужно его снять. Не откручивать каждый раз. А просто опустил чуть-чуть здесь. Поджал две. И вытащил. Ну как-то так туговато ходит. Ну и вытащил. Регистратор снят. Не надо вот эти лишние телодвижения. Постоянные, которые меня, честно сказать, бесили просто. Так. И идём дальше. Здесь у нас ещё одна посылочка. Это точилка для ножей. Запаковали, конечно, хорошо. Ещё один прибор, который найдёт своё место на кухне. Здесь у нас точение ножей в трёх этапах. Здесь керамика. Ой, я даже не могу понять. Керамик, course and fine. Ну ладно. Это нужно попробовать. Почитать ещё. Какой из них должен быть первый. И как правильно проводить. Поскольку я помню. Там вроде бы нужно только в одну сторону всегда. Нельзя вперёд и назад. Только в одну. Но этот мы тоже испытаем. Куда тебя поставил? Давай сюда. Ну и последнее. Последний. Это набор кабелей Pezos. Это у нас для айфона 1 и 2, но один вроде бы на метр, если я не ошибаюсь. Должен быть на метр. А второй на 2 метра. Сейчас покажу, как он выглядит. Этот на 2 метра я взял в автомобиль, чтобы абсолютно любой человек мог взять и зарядить телефон в автомобиль. Не надо было передавать куда-то этот метровый кабель, которого никогда не хватает. И ещё один запасной я взял кабелёк обычный. Так что-то они по-разному упакованы. Так. И один я взял обычный, это метровый. Примерно вот так он выглядит. Его я взял для того, чтобы ставить на работе и не таскать с собой кабеля. То есть дома, в автомобиле и на работе будет по шнурку. Отлично. Нужно теперь с собой ничего таскать. Ну, какая-то такая у нас получилась распаковочка. 8 товаров. Все ссылки на товары будут в описании. Так что, оставайтесь с нами.